9 января 1769 года Екатерина II подписала манифест о введении ассигнации, так в России появились первые бумажные деньги. Их Екатерина приказала сделать из старых дворцовых скатертей, из салфеток ассигнации напоминали титульный лист книги, вертикальный формат, изящные шрифты. Все ассигнации выпускались одного размера и цвета, различались только цифра номинала. 9 января 1797 года родился Фердинанд Врангель, российский военный мореплаватель, один из основателей Русского географического общества. В 1820-1824 годах в чине лейтенанта возглавил экспедицию по изучению северо-восточных берегов Сибири. Он собрал ценные сведения о природе, климате, населении и предположил наличие суши против мыса Якана. В 1836 году Врангель стал контр-адмиралом, а в 1840 году назначен директором российско-американской компании. 9 января 1932 года в Мексике обнаружили клад, который принадлежал народности Сапотеки. Эти люди проживали в давние времена в Монте-Альбано и принадлежали к древней и очень развитой культуре. Сапотеки искусно украшали свои гробницы на стены живописью. Они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Первую гробницу Монте-Альбано археологи обнаружили осенью 1931 года, а 9 января 1932 года Альфонсо Кассо вошел в усыпальницу. Здесь было найдено более 500 предметов, и в их числе золотая маска бога Шипетатека, золотые браслеты, ожерелье золота и жемчуга, застежки и пряжки из нефлита, бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. А самая загадочная находка из Монте-Альбано – хрустальные человеческие черепа.